Мама и отец Вячеслава познакомились на фронте во время Великой Отечественной. Влюбленные расписались в армейском ЗАГСе. Когда война закончилась, мать Анна Ивановна уехала к себе в Москву. А отец Галуста Ганесович Петросян, армянин по происхождению, отправился на войну с Японией. Дома Анна поняла, что беременна. Но родные фронтового мужа не захотели принять ее. Больше они никогда не виделись. А родившийся Вячеслав стал носить фамилию мамы Антонов. С детства Вячеслав полюбил музыку. Он учился в музыкальной школе. Потом в музыкальном училище дирижированию и игре на баяне. Учиться музыке он будет всю жизнь. Даже закончит аспирантуру. А в 1970-х Вячеслав стал набирать популярность как композитор. Совместно с поэтом Леонидом Дербеневым Вячеслав написал несколько хитов. Песни исполняли «Виа веселые ребята» Софии Ротару. Тогда Вячеслав и взял себе псевдоним Добрынин. Он становился все известнее, а Антонов на эстраде уже был. Певец Юрий Антонов был в те годы любимцем публики. Путаница была ни к чему. Позже Добрынин запишет новую фамилию и в паспорт. На земле живет любовь, прощай, шлягеры рождались, как горячие пирожки. Но пели их другие исполнители. По легенде, Вячеслав Добрынин стал певцом, благодаря Михаилу Боярскому. Для Боярского была написана песня. Актер должен был прилететь из Питера на ее запись. Была готова студия, приглашены музыканты. Но самолет с Боярским остался в питерском аэропорту из-за погоды. Поскольку для записи все было готово, то Добрынин исполнил песню сам. Это была композиция, а я спасателем работаю на станции. Получилось очень удачно. С тех пор Добрынин запел сам. Появились синий туман, колдовское озеро, льется музыка. Вместе с Вячеславом его песни пела вся страна. Его ждали во всех городах. Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой гастролировал по России. Однажды он установил рекорд, дал шесть концертов за один день. Со временем, Добрынин стал давать меньше концертов. Как шутил маэстро, исполнителей стало больше, чем зрителей. Пока же Вячеслав ведет больше спокойную уединенную жизнь. Проводит время с супругой. У Добрынина также есть дочь Екатерина от первого брака и внуки София и Александр. Продолжение следует...